Хищение при модернизации Кибастузской ГРЭС-2 выявили прокуроры. Ущерб составил около миллиарда тенге. Акционерное общество представляет интересы двух крупнейших казахстанских энергетических холдингов – Самрук Казана и Самрук Энерго, которым принадлежит по 50% акций. Валентина Леонова продолжит. Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверок на Кибастузской ГРЭС-2 выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных для расширения и восстановления теплоэлектростанции с установкой третьего энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательные суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению. Досудебные расследования проводятся по статье 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Хищение имущества в особо крупном размере. Два энергоблока Кибастузской ГРЭС-2 вырабатывают сегодня около 50% всей электроэнергии, производимой в республике. Установка третьего энергоблока позволит снизить дефицит электроэнергии в Казахстане до минимума. Общественники высказывают предложение о более тщательном контроле за деятельностью энергетических предприятий. Я смотрю, что наших энергетиков урок ТЭЦ, Экибастузской ТЭЦ, ничему не научил. Ничему. Мы говорим, не финансировалась, не финансировалась ТЭЦ. Это подтвердилось, потому что она остановилась и заморозился город. Здесь то же самое получается. Не только не финансировалась, просто воровались деньги, воровались, и в любой момент могло вообще что-то случиться. Хищение средств на столь крупном энергетическом гиганте вызывает задержку в реализации проекта модернизации ГРЭС, что может сказаться на стабильности энергоснабжения как региона, так и страны в целом. Стоит отметить, износ электросетей в некоторых регионах республики критический, из-за чего наблюдаются частые блэкауты в населенных пунктах. В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 гигаватт с осени 2021 года. Согласно семилетнему прогнозу Министерства энергетики, через пять лет дефицит электрической мощности может составить свыше 3 гигаватт.